Но Симчона Хосимова, жителя района Рудаки, забрали в армию 9 ноября, в день его 18-летия. Его младший брат Наим Джон говорит, что 8 взрослых людей выломали дверь в квартиру рано утром, стали выбрасывать одежду из шкафов и переворачивать мебель в доме, в поисках его брата. На Симчон успел перепрыгнуть в окно к соседям и спрятаться в подвале дома. Мать детей, Гулбахор, в это время была уже на работе. Сам мальчик испугался агрессивных людей, но при этом внимательно смотрел за каждым их шагом. Пришел председатель квартала и подсказал им, чтобы поискали в подвале дома. Брата нашли и выволокли за волосы. Один из них был милиционером. Соседи говорят, что после того, как Но Симчона Хосимова поймали, его практически раздетого вытащили на улицу, насильно затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Его волокли, он кричал, отпустите, сам пойду. Его со спины волокли. Дальше я не видела, так как не вышла из подъезда. По словам соседей, охотники за Но Симчоном в основном чиновники местного сельсовета и милиция. Через несколько дней после того, как молодого человека забрали, близким сообщили, что он уже служит в армии в погранвойсках. Также местные власти настаивают, что никаких законов не нарушали. Сотрудников сельсовета сегодня на работе найти не получилось. Сабухат нам сказала, что они пришли и вручили ему повестку, ему в руки. Вот интересно возникает вопрос, в какой момент, когда дверь ломали, когда его искали по квартире, как обыск, как будто бы он террорист. В какой момент, когда они его тащили по подъезду, в какой момент они ему повестку вручили? По словам юристов, своими действиями участники охоты на Но Симчона Косимова и других призывников, которые в стране называют емким словом «облава», нарушают множество статей Уголовного кодекса. Превышение должностных полномочий, нарушение неприкосновенности жилища, уничтожение имущества и других. Призывник ли он, на самом деле? То есть достигли он призывного возраста? Я увидел паспорт его, там дата рождения была 9 ноября 2001 года. А исчисление срока определенного времени, он начинается со следующего календарного дня. То есть фактически 12 часов ночи, уже в ночь с 9 на 10. То есть в 9 он еще несовершеннолетний, ему не было 18 лет. По словам правозащитников, жалоб на облавы в этом году гораздо больше, чем раньше. И, видимо, иначе в армию молодежь не заманить. Всего в стране проживает 600 тысяч человек призывного возраста. Ежегодно в армию требуется всего лишь 3% от этого числа. Плохое питание, отсутствие теплой одежды, дедовщина и, самое главное, отсутствие безопасности. Основные причины, по которым молодежь избегает службы. В прошлом году, наверное, было процентов 40-50. В этом году 80% обращений граждан связано с незаконным призывом. Почти каждое обращение, связанное с призывом, это связано с облавом, с нарушением неприкосновенности жилища, некачественным медицинским отсидетельствованием. Это, наверное, с тем, что с каждым годом выполнение плана становится сложнее и сложнее. Пока мы не проведем таких решительных реформ в армии, ситуация будет ухудшаться. Власти традиционно отрицают факт существования облав, несмотря на немалое количество видеороликов в интернете и показаний пострадавших. В Минобороны говорят, что если такое все же произошло, нужно обращаться в призывную комиссию по месту жительства. Жалобы и обращения должны рассматривать председатели призывных комиссий каждого района. На сегодня призыв выполнен примерно на 90% от плана. Бадахшанская область перевыполнила план на 10%, Душанбе также больше 100%, почти 110%. Хатлонская и Сагдийская область и районы республиканского подчинения выполнили план на 90% каждый. Три недели осталось до конца призыва в таджикскую армию. Для таджикистанцев призывного возраста это пора, когда нужно осторожно передвигаться по улицам, чтобы не угодить в руки членов призывной комиссии. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия.